Различные этапы жизни были синхронизированы с солнечными циклами, которые длятся примерно 12 с четвертью лет. Этапы вашей жизни должны меняться с каждым солнечным циклом. Если вы просто привнесете эту осознанность в жизни своих детей, они будут относиться к этому с гораздо большей мудростью. Вы же знаете, что это не приходит естественным образом. Это невозможно. Еще в прошлом поколении людей многому учили о браке, о детях, обо всем. Сейчас наша система образования служит только промышленности и бизнесу, а не человеку. Цель образования — не создание великих людей, а производство менеджеров, супервайзеров, врачей, инженеров. Вы всего лишь винтик в экономической машине. Мы не говорим об изменении всей системы образования завтра утром. Но если вы захотите, вы можете изменить ее для себя и своих детей. Ранее существовало понятие варна-шрама-дарма, что означает различные стадии жизни, к которым человек должен быть подготовлен. Возраст от 0 до 12 считался балавастой. В это время ребенок не должен ничего делать. Он должен только есть, играть и спать. Никакой азбуки или математики. Ничего. Потому что пока мозг не разовьется до определенного размера, снабжение его информацией или постановка перед ним целей уничтожает возможность его роста до полного размера. У фермеров, выращивающих манго, есть определенный процесс. Если вы посадите саженцы манго, то увидите, что уже на второй год они начнут цвести. Вы замечали это? На второй-третий год дерево активно цветет. Добросовестный фермер пойдет и сорвет все цветы в январе-феврале, чтобы они не стали плодами. Но если вас интересует получение дохода только за один квартал, то вы пересчитаете цветы и скажете, «Хорошо, здесь я вижу 150 манго. 150 манго по 10 рупий – это полторы тысячи рупий с дерева, а у меня 10 тысяч растений, и вы позволите им плодоносить». Они могут приносить плоды, но не очень обильно. Но если вы позволите этому произойти, дерево никогда не вырастет в полный рост. Оно никогда не раскроет весь свой потенциал. Нам это известно, даже когда речь идет о растениях. Почему же мы не знаем этого в отношении детей? Мы знаем это, но хотим, чтобы наши дети были немного лучше соседских. Это серьезная болезнь. Да. Наша проблема в том, что трехлетние дети соседей уже говорят, «Я хочу быть доктором». Это значит, что вы хотите, чтобы весь мир был болен. Если трехлетний ребенок соседа сказал, что хочет быть врачом, вы тут же с этим направляетесь к своему ребенку. «Эй, а кем ты хочешь стать?» Ответ «Я не знаю» вас не устраивает. Вы требуете «Ну, скажи хотя бы что-нибудь». Это не болезнь системы образования. Это болезнь, которая проникла в общество. Система образования пытается удовлетворить эти потребности. Однажды я вел программу в Чинай. Мы попросили людей поделиться тем, что с ними произошло в тот день. И человек с очень серьезным и грустным лицом сказал, «Моя дочь не занимается как следует. Я очень беспокоюсь о ее будущем. Что с ней будет?» Он много всего сказал. Я подумал, что, может быть, у его дочери-студентки какие-то проблемы. Тогда я спросил, «Сколько лет девочке?» Он ответил, «Четыре с половиной». На что я сказал, «Ты идиот». Начнем с того, что она не должна даже ходить в школу. А ты уже беспокоишься, что она не делает домашнюю работу. О ее будущем, о том, какую работу она получит, кто на ней женится. Нам нужно изменить эту тенденцию в обществе. По крайней мере, в вашей жизни. Дети не должны быть товаром. Чего они добьются? Нет. Прежде всего, вы должны понять, что ваши дети приходят через вас. Они не появляются от вас. Они вам не принадлежат. Они приходят через вас. Вы должны ценить привилегию, что они пришли через вас. Вот и все. Не считайте, что они появились от вас. На них нет права собственности. Ваша задача — защищать их, заботиться о них, пока они не созреют и не станут самосоединенными. Вот и все. Ваша задача не в том, чтобы рассчитать, сколько вы можете из них выжить. Будут ли они продолжать ваш бизнес завтра? Будут ли они делать то, на что вы не способны? Нет. Они здесь не для этого. Итак, Варнаш-Шамадарма была такова. В 12 лет заканчивается балаваста. И начинается брамачарья. С 12 до 24 лет. 12 лет дисциплины и обучения. Прежде чем вы получаете образование, вас всегда посвящают в брамачарью. Брамачарья означает, что вы... Браман означает наивысшая реальность. Чарья означает путь. Вы на пути к наивысшему. Это означает, что вы не идете по пути разделения. Это значит, что вы не на пути противостояния «ты против меня». Вы находитесь на пути абсолютного принятия. Не приняв все как самого себя, вы не должны получать ту силу, которая дает образование. Вы должны оставаться неграмотными. Так лучше всего, потому что образование рассматривалось как обретение силы. Если вы наделены силой, но при этом находитесь в мировоззрении разделения, а именно это мы и сделали с современным миром, то каждое научное знание и технология, которые появляются, первым делом используются в военных целях. Почему? Моя нация против твоей нации. Мой отец лучше твоего. Мой бог лучше твоего. Потому что, когда власть получает человек, воспринимающий все в разделении, наделяется силой само невежества. Поэтому до получения образования всегда необходимо посвящение в брамачарью. Таким образом, этапы жизни человека были синхронизированы с солнечными циклами, которые длятся примерно 12 с четвертью лет. Поэтому с каждым солнечным циклом должны меняться этапы вашей жизни. Первые 12 или 12 с четвертью лет — это балаваста. Как только она заканчивается, начинается этап обучения и дисциплины. Когда он завершен, в возрасте 24 лет вы решаете, хотите ли вы семейной жизни или хотите встать на духовный путь по собственному выбору, а не по социальному принуждению. Каждый человек делает выбор в соответствии со своими особенностями. Если ваша природа такова, что вас привлекает противоположный пол, вы организуете свою жизнь соответствующим образом. вы создаете семью. Следующие 24 года вы находитесь в грехасэшраме. В ином случае, в 24 года вы решаете взять саньяс. Все решено. Было время, когда около 30% населения Индии выбирали быть саньясинами, а 70% — грехасцами, что само по себе было хорошим контролем численности населения. Итак, в возрасте 48 лет вы отказываетесь от грехасэшрама. Такого больше нет, не так ли? Можете ли вы от этого отказаться? Если вы от него и отказываетесь, то это развод. И вы тут же цепляетесь за кого-то другого. Это просто смена человека, а не отказ от союза. Итак, в 48 лет вы принимаете саньяс на 12 лет. Отказ от семейного союза происходит в 48 лет, потому что, если вы поженились в 24, к этому времени вашим детям будет больше 20. Дети могут и не говорить этого открыто, но они ждут, когда вы уйдете. Должны уйти либо они, либо вы. В наши дни вы выбираете американский путь, когда уходить должны дети. Но в Индии предпочитали уходить родители. Как только детям исполнялось 20-21 год, родители покидали дом. Это разумный поступок. Итак, муж и жена, которые прожили вместе 24 года, расходились. Осознанно, а не потому, что поссорились. Раньше были места, где они могли продолжать свой духовный процесс в течение следующих 12 лет. В возрасте 60 лет, после 12 лет духовной садданой и получения жизненного опыта, они высоединялись. В первый раз они поженились из-за физического и эмоционального влечения. На этот раз они снова женятся, но совсем по другой причине. В 60 лет женятся повторно. Сегодня многие люди все еще делают это. Они женятся снова, в то время как живут вместе. Нет. Это необходимо дело, только если вы уходите на 12 лет, а потом возвращаетесь. Осознанно. Первый раз, когда вы женились, вы не были осознаны. Определенные влечения заставили вас жениться. Теперь вы делаете это осознанно. Супруги высоединялись, а затем отправлялись в ванно просту. Родители возвращались не жить со своими детьми или внуками, а повидаться, благословить их и уйти жить в лес. Так была устроена жизнь. И это очень мудрый путь. Сегодня вы не можете поступать точно так же, но вы должны быть осознаны. На разных этапах жизни важны разные вещи. Если вам 60, а для вас все еще важны те же вещи, что и 18, это значит, что вы просто никуда не продвигаетесь в своей жизни. Не так ли? Все должно меняться. И вы должны донести это до своих детей. Просто привнесите эту осознанность в их жизни. То, что они проживают прямо сейчас, это просто этап. Это еще не все. И тогда они пройдут его должным образом. Потому что в тот момент, когда их интеллект захвачен гормонами, они думают, что это все. Если вы просто скажете им, это нормально, я тоже прошел через это, и вы проходите через это, все в порядке. Это просто этап. Есть разные этапы жизни. Если молодежь будет осознавать это, она будет справляться с этим с гораздо большей мудростью, чем сейчас. Люди не будут такими компульсивными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова